На знак отличия Алтенбельга в Шамкенте претендует 513 выпускников. Это рекорд. Подтвердить свои знания 11-классники смогут на экзамене. Кандидаты на золотую медаль должны сдать письменный экзамен в своем учебном заведении. На втором этапе комиссия от Минобразования перепроверит экзаменационные работы. Их оценка станет решающей. Ученик не сможет претендовать на Алтенбельга, если в школе его работу оценят на 5, а экзаменаторы поставят другую оценку. «В этом году впервые создана специальная комиссия при Министерстве образования. В комиссию входят квалифицированные и опытные преподаватели из числа учителей-предметников. Комиссия проверяет только письменную работу экзамена. То есть, это математика и сочинение». Нововведение раздосадовало родителей выпускников. Мамы и папы уверяют, что их дети будут волноваться в два раза больше. «Выбора нет. Будем ждать результаты двойной проверки. Надеюсь, что наши дети не перенервничают и оценки наших учителей подтвердятся». Специалисты от образования говорят, что их цель – не запугать, а проанализировать уровень образования за время карантина. Большинство шымкентских претендентов на знак отличия основными предметами выбрали химию, биологию, физику и математику. «Могу сказать, что я хорошо подготовилась. Я думаю, что мы оправдаем свои знания, потому что мы учились. Я выбрала географию и математику. Собираюсь изучать экономику». По мнению учителей, формат онлайн-обучения несущественно повлиял на уровень знаний учеников. Об этом свидетельствует количество претендентов на Алтенбельга. В прошлом году на знак отличия претендовал 401 выпускник.